Комарджоба Украина. Сбирная за регби национальная гордость страны. Чье життя после тренуванта, как готовятся спортсмены до чемпионата света, смотрите дальше. Говорят, что жизнь есть спорт, а спорт – регби. Не знаю, как для всех, но для этих людей это так. 7 утра, город еще спит, регбисты тренируются. Утро каждого регбиста начинается именно здесь. Именно тут спортсмены отшлифовывают технику, отрабатывают элементы захвата и накачивают свои мышцы. В общем, делают все то, чтобы я тут со своими 45 килограммами выглядела, как гулливер в стране великанов. Но не все так страшно. Когда понимаешь, что эти люди не собираются играть табу в пинг-понг, можно даже чуть-чуть расслабиться и понаблюдать. Игроки тренируются по хорошо налаженной схеме. Каждый их день расписан до минуты. Вот уже две недели регбисты живут в бешеном графике, ведь впереди Кубок Кубков, чемпионат мира по регби. Вот уже две недели они живут в гостинице. Вот уже две недели ни один из них не видел родных. Вот уже две недели так можно продолжать очень долго. Чемпионат только в сентябре. Это испытание не только для игроков, но и для их семей. Регбисты прямо как моряки уплывут в свои тренировки и жди свои алые паруса у моря. Все-таки это семья, жена, сын. Они все время хотят, чтобы ты был рядом, но это не получается. Ну вот сейчас, например, это на три месяца мы уезжаем. Я думаю, что это много для семьи. Хорошая физическая подготовка – залог успешной игры. Именно благодаря ей можно довести получение травм до минимума. За каждым игроком наблюдают тренеры и врачи. Сейчас родные развлечения и друзья для спортсменов – нечто на грани фантастики. Быть регбистом наполовину нельзя. Это не профессия, а образ жизни. Я бы сказал тренировка, тренировка и тренировка. Утром тренировка, после обеда тренировка и вечером тренировка. А потом, если есть немножко настроение, то можешь выйти. Но такое очень редко бывает, потому что ты очень всегда уставший. Грузинские регбисты очень эмоциональны и темпераментны. Работать с ними очень интересно, но не так просто. Для меня это весьма ценный опыт. Тренировка номер один окончена. Через полтора часа начнется новая. А в пустом спортзале мне удалось заметить интересную деталь. В каждой организации на сегодняшний день стоят такие вот аппараты воды. На первый взгляд, ничего особенного. Вот только размер стаканчиков для воды не совсем обычный. Большим людям большие стаканы. База Шеварденни была построена год назад. Здесь были созданы все условия, о которых каждый регбист в начале своей карьеры мог только мечтать. Все они хорошо помнят время, когда им приходилось играть на поле, где можно было наткнуться на осколок стекла, камень или еще какую-нибудь милую вещицу. Но они верили в игру, шли к своей мечте и были награждены по заслугам. Теперь в их распоряжении два поля с искусственным и натуральным травяным покрытием на выбор. Спортзал, душевые, раздевалки. Везде все блестит и сияет от чистоты. А сегодня на территории Шеварденни открывают жилой комплекс. Теперь каждый регбист во время подготовок к серьезным играм будет жить именно здесь. Я очень рад, что с каждым годом сборная поднимается на новый уровень. Грузия принимает участие в чемпионате мира уже третий раз. Наша задача – показать оппонентам, что мы настроены весьма серьезно. Победа важна, но главное – это заслужить уважение наших соперников. Я сам из Шотландии, и мне кажется, что у нас с грузинами есть нечто общее. Я чувствую здесь себя очень комфортно. Грузины хотят играть в регби лучше, а это очень важно. Открытие жилого комплекса никак не отклонение от графика, а его составляющее. Дальше – тренировка на стадионе. Рыгбисты кричат, пыхтят, обливаются потом и выкрикивают странные слова. Антилопа, зверь, абу, глобус, гулливер. Собрав кусочки мозаики, выясняется, что практически у каждого игрока есть кличка. Вскоре даже начинаешь различать больших людей по подпольным именам. Один из немногих, кто остался без прозвища – Илья Зазгенидзе – мозг команды. За спиной двухметрового спортсмена уместилось многое. А точнее, два высших образования и пять языков в копилке знаний. И этот чемпионат важен для него, как ни для кого другого. Я персонально, скажем так, жертвую всем. Я хочу сыграть этот Кубок мира на высшем уровне. Я всего себя отдаю на тренировки, чтобы физически быть готовым. И я думаю, что психологически тоже я готов к этому событию. Это будет мой третий Кубок мира, чемпионат мира. Я уверен, что это мой последний. И после этого, наверное, и закончу играть в регби. И для меня это очень важно, очень важно. Регби – командная игра. А значит, сплоченность и единство здесь важны так же, как и физическая подготовка с хорошо продуманной стратегией. Комфликты в команде, конечно, бывают. Но до мордобоя все-таки не доходит. Даже страшно представить, чем могла бы закончиться драка 32 спортсменов в подобной комплекции. Уже вторую неделю вместе. Очень трудно. Поймите, когда весь день одни и те же люди крутятся вокруг, очень трудно психологически. Если небольшая дружба, если небольшая братская любовь, то ничего не получится. Конфликты бывают, но это все ничего, это все ничтяк. До самого начала чемпионата сборная обоснуется во Франции. Будет продолжать тренироваться и готовится к самому важному событию последних четырех лет. Перед отъездом игроки получают амнистию, возможность провести один день на свободе. В жизни каждого рэгбиста не менее важную роль, нежели их профессии и бесконечные утомительные тренировки, занимают их семьи. Их дорогие, любимые родители, дети, жены. В общем, все те люди, которые ждут их каждый день дома с нетерпением. Сегодня мы пришли в гости к династии молотков. Почему именно молотков, узнаете чуть позже. Леван Датунашвили регбист. Его зовут молоток. Его папа тоже регбист и зовут его тоже молотком. И дети у Левана маленькие молоточки. Прозвище не выбирают и похоже, что это уже генетика. Леван, как и все другие члены команды, уедет тренироваться во Францию, а потом на чемпионат в Новую Зеландию. Дома его будут ждать близняшки Николос и Мариам и жена Кети. Мариам будет брать любой попавшийся под руку предмет и повторять «Алло, папа!». Кети во время трансляции чемпионата по телевизору будет подскакивать каждый раз, когда Леван будет падать на землю. А Николос будет демонстрировать свой фирменный гипнотизирующий взгляд, чтобы заставить папу быть рядом. Регби – это часть меня, часть моей жизни. И я счастлив, что могу заниматься тем, что мне нравится. Но всего этого есть другая сторона – моя семья, с которой мне часто приходится расставаться. Нашим близняшкам уже полтора года. Они – мое самое большое богатство. И, конечно, не видеть их – для меня очень тяжелое испытание. Впереди еще два с половиной месяца, и мне хочется верить, что время пролетит быстро. Ну а пока сборная готовится к длительному перелету, я познакомлю вас с людьми, без которых существование спорта как такового стало бы под большой вопрос с болельщиками. Они категорически запрещают называть себя фан-клубом. Они просто люди, связанные одной большой любовью к грузинскому регби. Как они нашли друг друга и где они собираются вечерами, мы узнаем прямо сейчас. Место встречи изменить нельзя – регби-паб. Здесь собрались врач, журналист, инженер, специалист японского языка и просто хорошие люди для того, чтобы поговорить, обсудить и поспорить на самую азартную для них тему – регби. Всегда мы вместе с… и плохие времена были, когда вот очень сложно было в Грузии, и сейчас, когда уже регби как-то становится спортом номер один для Грузии. Из Тбилисского аэропорта во Францию сборную провожают друзья, родные и болельщики. Спортсмены остаются серьезны и невозмутимы даже в такие трогательные моменты. Как говорится, положение обязывается. Ведь регби – это хулиганский спорт, в который играют только джентльмены. У каждой медали дві сторони. Бути у склады – сбірную честь, проте зовсім не без трудностей. Залишается лише вбалевати за Грузию на чемпионате. Шасти, хлопцы!